В связи с поступлением жалоб от жителей южной части города, касающихся подачи горячей воды, которая не превышает 22 градусов, глава администрации Виктор Ордобьевский посетил котельную Миасского инструментального завода. Именно она отвечает за подачу тепла и горячей воды в этой части города. Когда будет повышена температура горячей воды и от чего это зависит, смотрите в следующем сюжете. У нас пройдена полная модернизация, то есть установлено новое оборудование, которое позволит работать без тех проблем, которые были со старым котлом. Теплоэнергетическая компания «Октябрь» закупили четыре новых современных котла, запуск которых позволит котельной работать без каких-либо критических остановок и сбоев. На данный момент установлено всего три, а запущено только два, но несмотря на это, они позволяют поддерживать температуру тепла в домах жителей южной части города. Основная проблема, которая интересовала главу администрации, когда будет повышен градус горячей воды в кранах жителей. Игорь Яковлев заверил, что при запуске третьего котла, который состоится 12 ноября, удастся повысить градус воды. Также он отметил, что главная проблема низкого градуса горячей воды – это тепловые сети, которым давно требуется реставрация или замена. Именно в процессе передачи от котельной к потребителю теряется большое количество тепла. Игорь Яковлев считает, что гораздо эффективнее устанавливать дополнительные блоки котельных в микрорайонах южной части города, чем производить замену тепловых сетей. Эльдар Сангатулин, Айдар Насыров, программа «24 мяс».